здравствуйте всем дорогие подписчики и не только гости кто первый раз смотрит нас хочу сегодня поделиться интересной очень пастилой а значит это кабачок и бананы мы возьмем кабачка и бананы в равных пропорциях помыла я их значит почистим бананы все это взобьем в блендере и выложим на смазанные поддоны подсолнечным маслом вот сюда в сушилку сейчас я буду показывать весь процесс значит поддоны мы смазываем подсолнечным маслом очень тонкой пленочкой это делается для того чтобы потом она легко отставала можно было легко скрутить ее в трубочку значит бананы мы почистили кабачок нарезали все это забрасываем в блендер у нас блендер легко берет такими кусками если у вас блендер не осиливает такие большие куски конечно делать это все умельче режьте и заливаем грамма места воды тут у нас 150 грамм попробуем залить сначала 100 и сейчас будем это все взбивать значит наставляем мы на пюре и включаем воды достаточно но она это значит мы поставим на уколку льда и сейчас посмотрите эффект а теперь можно поставить на пюре мы научились пользоваться блендером с ним очень нужно хитрить если у вас блендер вот вы поставили не взбивает значит поставьте на функцию нам сама суть какая подбросила опустила подбросила опустила и вот мы учитываем все особенности теперь ставим на пюре что мы делаем дальше вы можете добавить мед по вкусу мы добавляем сахар по вкусу я сразу скажу я не говорю вам пропорции потому что я сама их не знаю все зависит от ну сладкости от ваших кусовых продуктов приоритетов так далее я насыпаю приблизительно так насыплю взбиваю перемешиваясь затем мы с мужем пробуем нравится оставляем не нравится досыпаем дальше поэтому так скажу по рецепту в равных пропорциях банан с кабачком плюс сахар на вкус у нас всегда занималась рецептурой пастилы а самим самим заливанием и остальными процессами занимался я то я хочу вам сказать что для того чтобы пастила равномерно просыхала то есть на всех поддонах было одинаково и нужно наливать одинаковое количество сразу подготовьте себе ложечку с блюдечком поймете сейчас для тебя зачем и допустим полу литровую чашечку и потом мы наливаем определенное количество пастилы чашечку разливаем по поддону вот так вот берем ложечку и вот так ложечкой под края везде 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 раз распределяем распределяем да я хотела сказать разводим ее по площади самое главное в такой пастиле жидкой чтобы сушилка была выставлена по уровню ровно потому что если сушилка будет стоять неровно пастила у вас пойдет в сторону и перелез потом это все вот так вот разровнять и и все и теперь ее поставить на сушилку значит при заливании пастилы хочу добавить вы можете заливать его любой толщины то есть вам решать главное чтобы не перетекала через бортики края но от того какой толщины вы зальете сколько вы вылите да на один поддон будет зависеть сколько это будет сушиться например у вас есть ведро лишнее вы хотите сделать пастилу или там ведро яблок и сушилка маленькая у вас и вам нужно много сразу большой объем тогда заливать можно потолще но сушиться это все будет дольше но все таки будет одновременно все сушиться яблоки вас не будут гнить пропадать если у вас там только пару килограмм смородины вам нужно высушить а у вас сушилки много места тогда лучше заливать потоньше потому что энергия тратится та же сушилка когда работает а толщина будет поменьше и она будет равномернее сушиться сейчас муж аккуратненько это все выставляет чтобы никуда ничего не потекло закрывает и ставим сушиться на 65 градусов мы сушим ну вот теперь включаем и все конце когда она высушится я скажу сколько времени понадобилось и на сушку чтобы ориентировали сколько вас будет сохнуть именно эта пастила ну вот прошло 15 с половиной часов пастила высохла ее нужно дать остыть сейчас мы покажем каком она состоянии нужно дать остыть и только после этого снимать и скручивать и укладывать судочки мы вот попробовали чуть-чуть да мы пробуем в каком она состоянии перед тем как снимать выключать вот видите хорошо от это имеет очень приятный запах вот ну вкус соответственно ну вот так вот теперь она остынет и мы ее уложим все приятных заготовок